Долорус, Тимми, Исаши Сума, оба! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова будем выживать в 60 секунд реатомайст. Какая-то тишина. И я как-то нервничаю из-за этого. Такое ощущение, как будто бы я пришел на какую-то комиссию. И от меня ждут хороших результатов. Я не уверен, что я готов их давать сегодня. Мэри Джейн, заткнись! Спасибо. Ты моя радость. Напомни мне тебя отшлепать в бункере. Складываем все. Нам нужно в первую очередь жратвы. Быстрее, Тед. Ну что ты какой-то сегодня нерасторопный. Блин, плохо спал что ли? Чую, как я никого не успею взять, кроме Долорус. Хотя нет, еще целых 30 секунд. Нормально. Мэри Джейн, ты встал в самом конце комнаты. Спасибо. Мы совсем не торопимся. Нет, мы всего лишь своего брата не сможем взять. И он всего лишь подохнет. А если выживет, то лучше бы он подох. Тимми и радио. И вода. Кажется, это все. Что еще? Что еще? Книжка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не успел. Зачем ты игра? Зачем ты прогружаешься? Чтобы показать мне, как я проиграл? Опа, смотрите, Долорус в маске. Это что-то новенькое. Завершить приключение. Было очень эпическое приключение. Ладно, мы еще раз попробуем. Вот я уверен, на контрасте сейчас мы будем очень долго выживать. Все окей. It's окей. Кто суп в камине держит? Мы. Наше семейство. Опа, времени так мало, что мне придется выбирать, кого брать. Долорус или Мэри Джейн. Я думаю, Мэри Джейн. Не успею взять ее. Долорус и вода. Короче, все. Все. Пикум! Ребят, как мог. Как мог собирал. Не взял ничего полезного. День первый. Необычайно какой-то, знаете, пустой бункер, да, в этот раз. Хотя, посмотрите, как много еды у нас. Так что можно считать, что мы, в принципе, выигрыши. Даже карты с собой прихватили. Но прежде чем мы приступим, друзья, зацените, что мне ребята из Logitech подарили. А, видали? Это мышь. Если вы не поняли. С логотипом Game Hunters. Специально под меня сделали. Логотип. Не саму мышь, к сожалению. Потому что под мою ключню наверняка нужна какая-то особая мышь, чтобы я перестал нубить. Но парни из Logitech сказали, что не бойся. Эти мыши абсолютно для всех. Короче, эта мышь называется Logitech G102. И, как они сказали, она сейчас стала самой популярной мышью в России и СНГ. И они настолько обрадовались этому факту. Когда они мне рассказывали об этом, у них слезы на глазах наворачивались. Ну, так было за них приятно. И в честь этого они решили замутить разумство. Именно поэтому объявляется конкурс. Правила очень простые. В своей группе в ВК я опубликовал пост с правилами конкурса, где я также прикрепил изображение мыши. И, короче, придумать под это свой дизайн. Рисовать можно как угодно и где угодно. Можете в Paint, можете в Photoshop, можете распечатать изображение мыши и нарисовать там фломастерами и крандашами. Как хотите. Главное, чтобы дизайн был клёвый. Просто проявите креативность и рисуйте, что хотите. Далее вы скидываете свои дизайны в специальный альбом, который я также создал в своем паблике. И авторы трех самых крутых дизайнов получат настоящие мыши с этим самым авторским дизайном. Более подробной информации о конкурсе и правилах ищите в моей группе в ВК. Ссылка будет в описании, в первой строчке в описании, так что переходите, участвуйте, проявляйте креативность. И надеюсь, именно твой дизайн станет крутейшим. Офигенный конкурс, друзья, согласитесь. Я люблю конкурсы, которые задействуют именно ваши таланты. Потому что кто знает, чем это обернется. Может быть, вы захотите в итоге стать дизайнером мышек. Может быть, вам понравится и будете дизайнить различные мышки. Может, даже в Logitech пойдете. Может быть, такой дизайн нарисуйте, что в Logitech вас возьмут. И будете дизайнить там мышки и им тоже. Короче, главная мысль это в том, что никогда не отказывайтесь от конкурсов, которые задействуют ваши таланты. Потому что, вы не знаете, я никогда особо не рассказывал об этом. Но до YouTube, до того, как я начал делать видео, я участвовал в целой куче различных конкурсов, которые требовали от меня монтировать, монтировать, монтировать. И много опыта, навыков я оттуда получил. И много чего выиграл, кстати говоря. Короче, го в описание, го в группу. Читайте правила, участвуйте в конкурсе. Буду очень рад, если ты победишь. Вот именно ты. Буду очень рад заценить вашу работу. А теперь приступаем к игре. День второй. Тед, я так тебя понимаю, когда быстро зарастает щетина, это так бесит. Раньше, до бороды, я был бритый. Вам трудно, наверное, это представить, но это лицо когда-то было чертовски гладким. И чтобы оно было гладким, мне приходилось каждый день бриться. Потому что даже вот если ты утром побреешься, к вечеру ты уже чувствуешь, как щетина выросла. Поэтому я сказал себе, нет, хватит. Хватит мучить лицо. И перестал бриться. Именно поэтому я такой красавчик теперь. С такой прекрасной, шикарной бородой. Посмотрите на Теда, он завидует. Смотрите, кто смотрит на меня, это глаза зависти. А Тимми меня уважает. Видите, он не смотрит мне в глаза, он боится. Не бойся, Тимми, у тебя скоро будет такая же классная бородка. И такая же рыжая, как у меня. Если кто не знает, у меня она слегка рыжевата. В нашем маленьком убежище сразу чувствуется любой новый запах. Его сложно не заметить. И когда из нашей стены выпал один кирпич, через образующуюся дыру, к нам немедленно ворвался ужасный смрад. Наверное, нужно проверить, давайте проверим. День третий. Опа, все живы, хорошо. А где дырка? Вы только посмотрите. Мы нашли суп. Суп, который пыталась открыть дохлая крыса. Дохлая крыса не может открыть суп, она же дохлая. А может быть, это банка супа ее убила? День четвертый. Так, что-то им поплохело. Ребят, что случилось? Тед. Тед. Бороды, как у меня, у тебя никогда не будет. Перестань на меня так смотреть. Что-то, ребята, все прям устали. Ну, не знаю. Ладно, давайте всем дадим попить, может быть. Ха-ха, нетушки. Мы как раз собирались поделиться впечатлениями о единственной книге, которую мы все прочитали. Телефоны. Как наш разговор прерывал стук в дверь. Как оказалось, это была группа выживших, которые, как и мы, уцелели после взрыва. Им жилось куда хуже, чем нам. И они умоляли поделиться с ними водой, едой или медикаментами. У нас супа много, воды мало, дайте поэтому, да, супа им дадим. День пятый. Все, сегодня мы даем всем попить. Надеюсь, нас не ограбили, нет? Тимми, ты в порядке? Тебя не трогали нигде? Отлично. У наших гостей не было слов, чтобы выразить свою благодарность. Все плакали, улыбались, обнимались. И желали друг друга всего самого наилучшего. Как приятно помогать другим. Они вскоре ушли искать убежище среди развалин нашего города. Надеемся, у них все будет хорошо. Надеюсь, они потом вернутся и отплатят нам тем же. Всем дадим по воде. Все еще радиация. Значит, никто никуда не идет. День шестой. Что ты постучал в дверь? Что это за звук? Лошадиных копыт? Мы побежали к двери и увидели двоих мужчин, одетых как средневековые рыцари. Оказалось, что звук копыт издавал один из мужчин. Ударя одним камнем, а другой... А другой в это время подпрыгивал. Как будто был наконец-то что отсылка к Моте Пайтону. Они сказали, что ищут старинный кубок. Да, это оттуда. И что они потерялись и будут нам весьма благодарны, если мы позволим им посмотреть на нашу карту. Если она, конечно, у нас есть. У нас нет карты. Простите, товарищи рыцари. День седьмой. Нас не тронули. Мы попытались им вежливо отказать. Но наши гости обиделись. И, конечно, Тимми мог бы показать им нарисованную карту. А что, они фейковые рыцари. Мы можем дать им фейковую карту. Все честно. Они ускакали, размахивая деревянными мечами и выкрикивая что-то о срезании кустарников. Сумасшедшие. Окей, у всех голод. Давайте дадим всем по супчику. Мы решили на секундочку выглянуть наружу и проверить, стоит ли еще магазин за углом. Мы уже собирались выходить, как вдруг услышали в темноте рычание и заметили пару свирепых глаз. У нас было всего несколько мгновений, чтобы решить, что делать. Скажем привет и попытаемся обнять. Ведь дружба решает все. День восьмой. Все живы. Мы решили не рисковать и не проверять, что за чудовище притаилось в темноте. Мы закрыли дверь. Как сделали бы на нашем месте все нормальные люди? Но на следующее утро существа уже не было. Мне кажется, это была собака. Пока никуда не идем. День восьмой, и мы все еще сидим на месте. У нас нормально с припасами, нас никто не трогает. День девятый. Кто-то по ночам сильно храпит, и я не могу это терпеть. Знаете, что я думаю? Скорее всего, это Мэри Джейн. Да, Мэри Джейн? Теперь ты будешь спать сидя отныне. Один день еще не потерпит без воды, я уверен. Мэри Джейн твердит, что без своего музыкального инструмента она никто. Если она хорошо спрятала свою трубу, то, возможно, инструмент еще лежит где-то среди руин нашего дома. Частичка прошлой нормальной жизни может ее развеселить и поможет справиться с этой нелегкой ситуацией. Позволим ли мы ей отправиться? Конечно. Давай, Мэри Джейн, иди вперед. Пожалуйста, не умирайте. День десятый есть. Все, сейчас воды всем дадим, кроме Мэри Джейн. Она очень обрадовалась нашему решению отпустить ее на поиски трубы. Однако мы все тихо надеемся, что труба не пережила взрыв. Мы не можем ей сказать, что у нее нет таланта. Просто не можем. Отчасти это потому, что когда она расстраивается, она начинает много есть. Окей, всем по воде. День одиннадцатый. Ничто не могла сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Мэри Джейн постоянно теряет сознание, нам нужно дать ей что-нибудь попить. Это происходит, скорее всего, как-то так. Мама, я хочу... Итак, время раздавать всем припасы. Но мы же всех уже поили, поэтому дальше. Пить! А, точно, Мэри Джейн, тебе надо пить. Хорошо. Это просто безумие. Везде пауки. Мы находим их в нашем супе и в нашей воде. Мы можем поклясться, что они постоянно появляются, причем все больших и больших размеров. Так больше жить нельзя. Пора объявить паукам войну словесную. Уходите. День двенадцатый. Стоять стало аутистом. А, это от того, что мы пытались руками убить пауков и в итоге просто устали. Тревога. Неподалеку бродит банда пожарных. Или, по крайней мере, людей, одетых как пожарные. Они барабанят в нашу дверь и требуют, чтобы мы отдали все свои припасы. Они утверждают, что сожгут нас, если мы этого не сделаем. Кажется, недавно поменялось определение слова пожарный. Как мы будем бороться с ними? Топором. Или замком. Замок или топор? Замок или топор? Замок не спасет нас от поджога. Зато топор мы можем... Да, давайте топор. День тринадцатый. Пожарная тревога. Хорошо, топора нет. Это не очень хорошо. Парочка взмахов топором, и эти трусы убежали, как ошпаренные. Такие, как они, всегда возвращаются. Так что надо держать наш топор. Наготове минус топор. Да почему минус топор? Мы же просто взмахивали им. Окей, всем по супчику. Мы думали, что телефонные канули в лету, после того, как ядерный взрыв разрушил наш город. Но телефонная будка через дорогу чудом уцелела. И кажется, в эту минуту там звонит телефон. Кто у нас мастер переговоров? Давайте отправим Теда, он знает, что нужно говорить. День четырнадцатый. Тед что-то подустал и приуныл. Наверное, пранкеры опять позвонили. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох, облегчение по другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка Хилл-Вэлли. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Блин, что-то у всех обезвоживание. Хорошо, еще день. Это рискованно. Давайте всех, у кого обезвоживание... Я боюсь! Ладно, давайте рискнем, рискнем, рискнем. Тейми заявил, что прошлой ночью не мог заснуть, потому что Тед безостановочно храпел. Уязвленный Тед в отмеску отпустил шуточку насчет огромных ушей сына. Отчего Тейми разозлился еще больше. Он отчаянно ищет решение. Что тут можно сделать? Устроить батл в шашке. День пятнадцатый. Отлично, они все живы. В конце концов, Тейми решил заткнуть уши шашками. И теперь шашки у него в ушах застряли. Тейми? Твою мать! Это самый пустой бункер за всю историю в этой игре. Ладно, давайте всем по воде. Нет, кроме Мэри Джейн. Слушайте, мы так больше не можем. Надо Теда отправлять в пустоши. Он переживет. День шестнадцатый. Вот, давай, иди. С голыми руками пойдешь, понял? День семнадцатый. Мэри Джейн? Зачем ты пошла с ним, Мэри Джейн? Почему она вышла? Когда Мэри Джейн узнала, что она не получит ни капли воды, то пришла в ярость и убежала в пустошь. Нельзя так, чтобы вот только первый день обезвоживания, и она уже вот психует. Я рад, что она ушла. Неблагодарная. Мы даже разрешили выйти в отравленную атмосферу, чтобы свой тромбон найти. Мы поступили как любящие родители, а она так с нами... День восемнадцатый. Стоп, опять храп. Кто-то из вас двоих храпит. Кто? Ты? Ты? Тимми не совсем в форме. Было бы неплохо с ним поговорить и как-то его развеселить. Ну ладно, давай, Долорес. День двадцатый. Даже несколько хороших слов достаточно, чтобы поднять кому-то настроение. Тимми чувствует себя намного лучше. Молодец, Долорес. Пора хавать. У нас чертовски мало воды осталось. Долорес все время молчит. Мы хоть что-нибудь можем для нее сделать? Пару ласковых слов сказать. Долорес, ты прекрасно выглядишь. На этой фотографии. Десять лет назад. День двадцать первый. О! Долорес, Тимми. Если же с ума оба. Лучший выход из любой ситуации, игнорировать все проблемы. Тимми тоже сумасшествие? Нет, у него голод. Он просто зарос немного. Нам показалось, что кто-то смотрит на нас из-за угла. Мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому позволим судьбе преподнести то, что она хочет. Ты отвернулся. День двадцать второй. О-ху-ху. У тебя новая прическа. Ты что, в барбершоп ходил? Что ты принес? Кажется, он ничего не принес. Как и до апокалипсиса. Пока мы оглядывались по сторонам и искали что-нибудь, чтобы раздавить этого противного грызуна, он просто исчез. Вместе с одной банкой наших консервов. У Тимми голодание. Давайте дадим ему супчик. Тимми, что это светится у тебя в кармане? О, нет. Муравьи-мутанты. Когда Доларус увидела их жуткие маленькие жала, у нее чуть не случился сердечный приступ. Она хочет от них избавиться. Но Тимми говорит, что собирается построить атомную муравьиную ферму. Один из них обязательно добьется своего. Но кто? Давайте попробуем дать Тимми возможность построить муравьиную ферму атомную. Возможно, мы сделаем какой-нибудь генератор. День двадцать третий. Тимми, получилось у тебя или нет? Тимми получил разрешение оставить свою атомную муравьиную ферму. К несчастью для наших запасов. Маленькие мутанты разбежались, сожрали. Блин, ты все будешь есть, пить? Так, как-то так распределим. Хорошо, кого берем? Доларус, вперед. День двадцать четвертый. Посмотрите на это. Отец с сыном наедине молчат. Понимаете, у них этот момент. Я знаю, что между ними сейчас происходит. Это мир новый. Но при этом это мир старый, первобытный. Тот самый мир, в котором самцы сражаются за территорию. До чего прекрасная картина. Все, у нас осталась одна бутылка с водой. О боже мой, начинается самое стрёмное. Нам теперь придется решать, кому умирать, а кому оставаться в жизни. Что ж, друзья, впервые мы с вами заканчиваем это видео не смертью, а каким-то цветом в конце туннеля. Мы видим, что у нас есть будущее. И, возможно, мы даже пройдем эту игру. Кто знает. Но мы уже прожили так долго. Я же говорил, что в начале, когда я просрал, сразу же я сказал, что, возможно, мы сейчас будем долго играть. Поэтому давайте, ребят, ставьте лайк. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу моего выживания. Пишите, какие ошибки вы сейчас совершил. Я уверен, что никаких. Ну, а на сегодня мы с вами заканчиваем. И не забывайте про конкурс. Ссылка будет на пост в ВК в описании. Заходите, участвуйте. Очень надеюсь, увидите ваши крутые и шикарные работы. С вами был Юджин. Люблю вас, всех обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, напоследок, по традиции, дадим друг другу мощную апокалиптически выживающую пятюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!